Мне говорили, если ты пришел из зала после тренировки ног, и тебя не стошнило, это хуйня твоя тренировка. Плюс чат, если бам, то пи**да. Все, привет, с вами Виктор Симкин, сегодня лайв, я сегодня иду на тренировку ног, это ваша любимая тренировка, моя, соответственно, тоже. Ебаш, чернослив, ну и хули ты тут сел? Ебаш за говно! Ну и посмотрим, как я к ней готовлюсь, как идем, тренируемся, общаемся, да и вообще просто кайфуйте вместе с нами сегодняшний день, вот так. Сегодня я перед своей тренировочкой выпью протеина, я уже позавтракал, все вообще, все приемы пищи, ребят, сегодня живу, вся калория инстанционная, есть в телеге, телега есть в описании, так что вы часто задаете этот вопрос, сколько у тебя калорий, что ты ешь, что ты не ешь, все, ребят, в описании, в телеге, смотрите. Сегодня у нас перед тренировкой выпью я уже позавтракал, стандартный был завтрак и сейчас еще порцию протеина выпью, 42 грамма белка, женский протеин, но по факту состав один и тот же с мужским, тут просто адаптированная инструкция для женщин, чтобы удобно было девчонкам пить, а так просто две ложки по инструкции размешиваем и пьем. Просто дополнительный белок, сейчас половинность высокая, скоро, кстати, будем менять план, Диман, Диман приедет, мы вместе опять напишем планирование, так что следите, смотрите, не пропускайте видеовыпуски. Короче, вся информация на ютубе, в телеге, постоянно делюсь с вами, если кому интересно, следите за моей подготовкой. Кстати, смотрите, я могу долго, я, короче, раньше, короче, у меня... Приколюха была, я наспорь выпивал раздора литра воды, типа, зараз, ну, типа, не отрываясь, всегда залпну выпиваю, короче, смотрите. Ну, заебись пиво, пизда ты пиво, не ебенный. Ну, конечно, не полтора литра, но полтора литра охуячу вообще, только в путь. У меня стандартный сбор вещей, стандартный сбор вещей. Понимаете, чуху? Так, ну, это вот мое рабочее место сечет, можете глянуть. Беспорядок, зато уборка. А сейчас просто собираю шмотки, стандартный набор. И когда тренирую ноги, мне нравится, когда... или в лосинах мне нравится заниматься, потому что как-то вот более ощущения, что ли, какие-то более комфортные, вот и все. Петушара нахуй, бидорас! Ну, я, кстати, не люблю одеваться, многие занимаются, знаешь, в таких тяжелых кофтах каких-то. Бля, вот меня вообще не по кайфу, мне, блядь, жарко, блядь, когда мне жарко, мне хуёво просто. Хуёво мне. Больше не бухаю никогда. Нахуй мне такое життя, блядь. Ты взял, ты взял, пояс я взял. Пояс обязательно, кстати, отойду на тренировку ног, это сто процентов. Без него я вообще... Я один раз пришел на тренировку без пояса, и думаю, блядь, придется назад идти, пошел там. Больше после этого никогда не забываю, никуда я. Пояс. Ну, без пояс, как заниматься, как тренировать ноги без пояса? Никогда этого не понимал. Креатин 7 капсул, АКГ 7 капсул, глютамин 4 капсулы и 4 капсулы электроники. Все от компании Ванкью, ну, то, что я генеральный директор. Классно, когда ты знаешь, что пьешь. Это вот самое главное, вот это вот главный принцип мой. Так, ну что, сегодня спортсменка выступала у меня, хочу похвалиться вам. Три года полноценного тренировочного процесса, с нуля. Девочка пришла вообще с нуля. Сегодня я на Сиберинбаро-шоу в категории Ванна заняла второе место. Ну, что значит, старая, не друг. Ну, у меня, получается, есть такой формат, как стрим, ну, ты знаешь, да? И, получается, я там каждый раз рассказываю, одни и те же вопросы задают. Я там, ой, я что-то никак не брать не могу, нихрять не набру. По пять лет там занимаются, смотришь, потом форму скидывают, как будто они вообще не занимаются. Одну консультацию у кого-нибудь возьми, у какого-нибудь специалиста. Ты сэкономишь кучу себе времени и просто сделаешь результат. Хотя бы задай вопрос на стриме, что сделать, куда что сделать, туда-сюда. По факту просто никто ничего не жрет. Потом качественно тренироваться, а потом еще спать хорошонечко. И еще режимность настроить, там вообще будет все кайф. Вот, основа, база, база, ребят, шоу, база. Бейст. Сделали парашу. Вот, видишь, блядь, все, блядь. Удобство, нахуй, пользование, блядь, амилопектином от компании не буду называть. Три ложки вкладываем на тренировку и еще три ложки вот ПЦАшчика, вот таких вот там конкретно я там тоже уходим. Опс. А еще теперь по дополнительной я беру изотонический напиток, и чтобы этот амилопектин нормально усваивался, изотонический напиток добавляю сюда. Я обычно, кстати, езжу на тренировку на автобусе, у меня автобус прям до самого тренирового зала идет пять минут в ходу. Олдскул. Да. И пешком, руль пешком, когда активности не хватает. Нормальный. Пойдет. Можно снимать. Можно снимать. Давай, давай. Ну, сейчас хороший вес уже, хороший. Растем. Самое главное никого не поснимать тут. Хе-хе-хе. 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 Вообще, все планы схемы тренировочного процесса, которые у меня есть, план подготовки, фарма, аптечная фармакология, все адаптогены, все размещу в телеге, так что переходите в телегу, скачивайте, пользуйтесь, задавайте вопросы, с огромным удовольствием отвечу на все. Все ссылочки в описании и обязательно, вот. Ну, перед этим царский королевский лайк поставь. В начале каждой тренировки, неважно, грудь, спина, дельты, руки, ноги, идет функциональная физиологическая наработка. Пока это ноги и икроножные мышцы. Соответственно, квадрицепс и икроножные мышцы. В начале каждой тренировки делаем вот такой комплекс. Если не знаете, что такое FFN, обязательно посмотрите семинар, который у меня вышел на ютубе, и он закрепленный. Называется подготовительный этап, сразу поймете, о чем идет речь. Очень хорошо, очень хорошо. У меня уже веса, кстати, X2 рабочие. Вот с чего я начинал, сейчас уже X2 веса рабочие. И получается, каждую тренировку такую. Я делаю или так, либо еще с дропсетом. Сегодня тренировка ног, нам нужны силы на силовую работу. У меня, короче, здесь идет небольшая диспропорция на правую ногу, именно в икроножных мышцах. Из-за этого я больше акцентирую внимание функционально-филологической наработки на левую часть. Соответственно, на левую ногу. Сейчас покажу, какой техники выполняю. Выхожу на носки и одной ногой начинаю продавливать. И очень важен темп, ребят, выполнения. Все хорошо. Отлично. Еще два подходика. Спокойно. Здесь FFN. Самое главное – это постоянство и объем. Соответственно, если вы делать будете каждый день, это максимально хорошо. Но не более 15 минут на мышечную группу. Хорошо. Фух. На гагприсед пойдем. Только, кстати, здесь очень важный момент. В этом станке надо делать full amplitude. Так, ну что, ребята, упражнение FFN. Одно из моих любимых движений на квадрицепс. Мы сейчас сделаем акцент на квадрицепс. Как вы видите, постановка ног узко, параллельно. Больше акцентируется именно квадрицепс. Я стараюсь сгибать ноги до угла 90, чуть меньше 90 градусов. И жопой постоянно плотно прижимаюсь к лавке. Стараюсь сохранить геометрию корпуса на протяжении всего движения. Темп пополнения мощно раз вверх и плавнее назад. Соответственно, я за счет 1-0-2. Нет паузы ни в верхней, ни в нижней точке амплитуды движения. Это очень важно. Начнем с 200. По двадцаточке еще. Помним, кайбал. Только начал заниматься. Мне говорили, если ты пришел из зала после тренировки ног, и тебя не стошнило, это хуёвая тренировка. Но с опытом я понял, что это наоборот. Хуёвая тренировка, когда тебя тошнит. Сейчас тебе дам с ноги, и ты обострешься. Нужно делать максимально с рабочими весами и технично. Не надо убивать ни здоровье свое, ни ЦНС свое. Мы должны быть постоянно в дисциплине. Чем больше дисциплины, постоянства, тем лучше для бодибилдинга. Вот так вот. Хуёвая тренировка. Ух, хуёвая тренировка. Ух, хуёвая тренировка. много кислорода употребляет, но не тошнит, спокойно все равно. Я вот сюда еще где-то килограмм, думаю, 80 могу навесить. Ну, конечно, так красиво не получится уже делать. Стараться сохранить постоянную нагрузку в целевых мышечных группах, я чувствую геометрию, амплитуду вот этого движения, вот это для меня важно очень, вот это вообще самый главный фактор. Фух, пускай будет поменьше вес, но пока, сейчас 12 недель работы, не забывайте, пока еще на пике, даже близко нету пика. Здесь 300 будем ставить, чтобы, как говорится, трактористы подключились тоже в комментарии, поставили со Царь Королевский. Ребяточки, как я уже говорил, на стриме, если вы не смотрите стримы, обязательно подпишитесь на канал, на Twitch или на YouTube. Вот, смотрите стримы, я уже многих приглашал на тренировку, если хотите потренироваться со мной, приходите вместе, но только по моему плану, потому что, ребят, если хотите, без проблем, такой функционал у вас есть. Пишите в телеге, телега в описании. Так, ребят, здесь в этом упражнении крайне важно расположение ног. Как вы обратили внимание, сейчас это комплексно квадрицепс, я стараюсь делать полную амплитуду движения, не делать паузу, ни в нижней, ни в верхней точке амплитуды, опять же, раз, ноль, раз, два, раз, ноль, раз, два. Вес 30 кг делаю на 10-12 повторений, 25-35 секунд под нагрузкой. Все, сейчас разбегаю и пойдем на встречу. Бля, моя слабая зона вообще. Бицепс бедра у меня слабая зона вообще, так-то мне его надо в следующую наработку ставить, однозначно. Во-первых, я не могу рабочий вес нормально держать. Здесь, кстати, вот в этом упражнении, здесь как бы столок вам помогает делать, да? Здесь, запомните, самое главное правило, это максимально прижать жопу к лавке, чтобы изолировать бицепс бедра, тогда геометрия движения будет максимально правильная. Фух, ну и, соответственно, работа в амплитуде, опять же, раз, и раз, два. Крайне важно. Ху, блядь, ну тяжело мне дает сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, короче, ребят, движения, сведения, разведения мы выполняем в суперсете. Движения крайне эффективные. Вот многие им пренебрегают, там, не знаю, говорят, девчачьи упражнения. Ребят, ни в коем случае. Мышцы у всех одинаковые. И чем более они будут проработаны, и чем части ваши будут проработаны ног, тем наши ноги будут наряднее уже на сцене и так далее. Так что здесь очень важный момент. Все, что можно использовать, все оборудование, все методики, все интенсивности, самое главное, в циклопериодизации встраивайте и обязательно добавляйте, ребят. Одно из моих любимых движений в суперсете отлично работает. Так что, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я останется самое сложное. Я ебаные выпады в ход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот и закончила моя тренировочка. Вот такая вот тренировка у меня ног. Сейчас по данному циклу. Хочешь повторять? Повторяй. Милости прошу. Обязательно пиши в комментариях, понравилось тебе или нет. Ну и поставь свой царский королевский лайк. Ну и, конечно, огромное спасибо нашим спонсорам, компании ONE и Виктор Ивер. Все ссылки вы можете найти в описании. Не пропускайте контент. Подписывайтесь в Телегу и в Инстаграм. Да, пребудет с вами сила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok